С новостями и к этому часу Лаура Жакупова. Здравствуйте. Указом главы нашего государства Наталья Годунова назначена председателем счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета. До сегодняшнего дня она была членом Центральной избирательной комиссии, занимала должность секретаря партии Нур-Отан. На встречу Нур-Султан Азарбаев дал ряд поручений новоиспеченному руководителю. Если предложен вам разглавить счетный комитет, как вы рассмотрите на это? Это очень высокое доверие, я, конечно, постараюсь его оправдать, не подвести. Есть государственный бюджет, его сумма известна, он распределяется. Мы приняли закон об аудите сейчас. В связи с этим законом создали определенные условия для ревизионных комиссий на местах. Еще и внутриминистерские ревизионные комиссии свои. Все это объединяет именно счетный комитет. Важный общегосударственный орган. И я думаю, вашего опыта работы в областях как раз то, что надо. И образование экономическое позволяет надеяться, что вы будете работать. Я постараюсь не подвести нашу Султан Амешевичу. Я уверен в полной вашей объективности. И следить за нашим бюджетом, как он расходуется, как соответствующий доклад мне будете делать. Будете заходить и рассказывать. Распоряжением главы государства Леонид Прокопенко назначен заместителем председателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующим секретариатом АНК. До назначения он был заместителем заведующего этим органом. Но Русултан Азарбаев дал высокую оценку работе Прокопенко и отметил большой фронт предстоящих мероприятий. Важно активизировать деятельность культурных центров в регионах, подчеркнул президент. Давно вы работаете в Ассамблее, в аппарате работали. Сейчас я хочу назначить своим заместителем по Ассамблеи народа Казахстана, заведующим секретариатом. Опыта достаточно. Знаете культурные центры все, областные организации. Как вы относитесь к этому? Я благодарю вас за высокое доверие и постараюсь его всей своей работой оправдать. Спасибо большое, Анастан Абишевич. Это очень большая ответственность. Это очень широкий фронт работы, большой фронт работы. Но Ассамблея сегодня – это один из институтов стабильности в нашем обществе, один из самых эффективных институтов стабильности. Конечно, Ассамблея должна показывать результаты своей работы именно в рамках тех задач, которые вы поставили в рамках третьей модернизации программы «Руха Нижен-Гару». Мы гордимся Ассамблей. 1 марта – день создания нашей Ассамблеи, день благодарности наших этносов друг к другу. Благодаря этому страна стабильная, развивается. Есть хорошее взаимоотношение, доверие между людьми. Это очень важно. Учитывая ваш опыт в этой отрасли, давайте будем работать. Очень важно, чтобы региональные все культурные центры, которые есть, активно работали среди людей, разъясняли все, что мы делаем. Адархан Мэнбай распоряжением главы государства освобожден от должностей заместителя председателя АНК и заведующего секретариатом в связи с переходом на другую работу. Нурсултан Азарбаев встретился с государственным деятелем Жанебеком Карибжановым. Глава государства отметил его вклад в развитие нашей страны и укрепление независимости Казахстана. И подчеркнул, что в свое время он занимал важные посты на госслужбе и с высокой ответственностью выполнял все возложенные на него обязанности. С первых дней независимости мы работали вместе, всегда был рядом, проработал в нескольких должностях. В свое время был заместителем премьер-министра, занимал посты Акимов областей. Хочу выразить большую благодарность за то, что уделили мне свое время и приняли меня. Для меня это большая честь. За годы независимости вы меня многому научили, оказывали поддержку. Хочу вас искренне за это поблагодарить. И сегодня же Наталью Годунову представили коллективу счетного комитета. Она приняла присягу, в ходе которой поклялась строго соблюдать конституцию и законы государства, верно служить народу Казахстана. Как отметил руководитель администрации президента Адильбек Джексибеков, знания Натальи Годуновой будут способствовать повышению финансовой дисциплины в целях достижения стратегических целей государства. Он также попросил коллектив оказать содействие новому руководителю. Президент утвердил алфавит казахского языка, основанный на латинской графике в новой редакции. Соответствующий указ опубликовали на сайте Акурды. Вместо апострофов появились акуты и деграфы. Моя коллега Елена Шрайбер расскажет, что это такое. По документу в алфавите 32 буквы. В написании шести из них «А», «Г», «Н», «Э», «Ю», «У» используются диакритические знаки – акуты. Они пришли на смену апострофам. Гласное «И» и «И» краткое пишется без точки, а буквы «Ч» и «Ш» будут обозначаться деграфами «Си-Эйч» и «Эс-Эйч». Указ уже введен в действие. Как позже заявил министр информации и коммуникации Даурен Абаев, внедрение казахского алфавита в новой редакции будет менее затратным и более эффективным. Большую работу провели в рамках рабочей группы по техническому внедрению латиницы. И у нас, у специалистов, которые работали в этом направлении, возникли определенные вопросы. Потому что, если смотреть на апостроф, апостроф, он идет как специальный знак, и он как разделитель может. То есть это усложняет и поисковые какие-то вещи, определенные алгоритмы, даже в том числе какие-то определенные финансовые. И глава государства, я услышал мнение специалистов, в том числе и в сфере «АйТи». И вы знаете, что идет достаточно беспрецедентное вовлечение разных специалистов в этот вопрос по переходу на латиницу. Мнение было услышано, и я думаю, что нынешний вариант, новый вариант, он будет более эффективен, гораздо менее затратным. И еще раз доказывает тот факт, что глава государства при принятии важных стратегических вопросов прислушивается к мнению общественности. Как оказалось, АКУТ более удобен в написании. Его хорошо распознают и поисковые системы в интернете, чего не скажешь об апострофах. Так разрешились многочисленные споры в соцсетях. Можно однозначно приступать к формированию уже конкретных правил правописания использования данного алфавита. Это называется АКЮТ, то есть наверху располагается такая черточка, которая свидетельствует о том, что это тот же звук, но с дополнительным новым звучанием. Это, в принципе, гораздо удобнее. И сейчас технические проблемы, другие моменты, которые были, они все сняты. По словам председателя комитета Минкультуры и Спорта, план мероприятий по переходу до 2025 года на латинскую графику находится на стадии согласования. Последний вариант, мы уже со всеми переговорили, соответствует по всем параметрам казахско-орфографические принципы. Алфавит – это дело ученых, филологи, лингвисты, которые занимаются. Вот они уже несколько раз собирались по этому поводу, и были обсуждены несколько вариантов, и сейчас это последний, который утвержден, это уже все согласились на этот вариант. Рабочая группа будет утверждать орфографическое правило, и там уже будет четко указано, как будет писаться. А тем временем в интернете казахстанцы делятся лайфхаками, то есть хитростями, как на существующей клавиатуре можно быстро набирать текст с окутами. А вот один из способов, как в самом популярном текстовом редакторе Word, можно написать текст на казахском языке и латинской графике с окутами. В строке операционного меню выбираем вкладку «Вставка», дальше «Символ», появляется панель, где в строке код знака прописываем данные 0301, это код того самого окута. Дальше нажимаем кнопку сочетания клавиши, выбираем по своему усмотрению сочетание. Например, мне проще всего нажимать Ctrl-Q, назначить, и пробуем. Из Астаны Елена Шрайбер и Асхат Серик для Хабар-24. Новый вариант латинского алфавита, утвержденный президентом страны, гораздо удобнее предыдущего, так считают государственные и общественные деятели. Своим мнением они поделились на площадке службы центральных коммуникаций. Писать и читать слова, написанные с помощью представленных букв, проще, они более понятны, и выучить новый алфавит не составит труда, говорят эксперты, особенно молодежи, которая ежедневно сталкивается с латинской графикой. На брифинге напомнили, что внедрять латиницу будут постепенно, до 2025 года. Журналистам рассказали, почему диактретические знаки окуты удобнее апострофов. Занимает одно место буквы апострофов. И когда вот вы набираете текст, текст эстетически не смотрится. Во-первых, просто не смотрится, потому что занимает место буквы, а апостроф, а дальше пустота. Вы пробовали, наверное, мы пробовали. И второе, то, что я сказал, по стандарту, мировому стандарту, апострофы не должны превышать в одном, в алфаве ТРД, двух или трех значений. Есть такое, специалисты нам сказали. Президентам поручено национальной комиссии составить график по этапам перехода к латинскому языку. Уже начали переходить наши, вы же видите. Функции национальной комиссии, они обозначены, они же опубликованы. Поэтому я думаю, что мы будем двигаться по тому графику, который создадут в кабинете министров. К другим темам. О готовности регионов к весенним паводкам премьер-министру доложили Акимы областей. По их словам, для оперативного реагирования на возможные подтопления в республике создали аварийно-спасательные подразделения. В их составе 49 тысяч человек. Глава правительства отметил, что предстоит активно притворять в жизнь поручения президента по строительству новых водохранилищ. В апреле прошлого года в период паводков в Адбасарском районе подтопило более 650 домов. Этой весной ситуация может повториться. На заседании правительства премьер-министр Бахаджан Сагентаев поднял вопрос о целесообразности выделения средств на строительство дамб, которые не справляются с весенним половодием. По словам главы Кабмина, необходимо переселить атбасарцев недоступные для большой воды места, либо начать строительство защитной дамбы немедленно. При даже грубых подсчетах, если мы промышленную дамбу построим протяженностью 9 километров, стоимость ее будет ориентировочно в районе 10 и даже больше миллиардов тенгер. Для того, чтобы переселить то количество людей, которое осталось, это порядка 1830 человек, это 530 домов, сумма затрат на строительство домов будет существенно меньше, от 3 до 5 миллиардов тенге. Курировать этот вопрос по поручению премьера будет его первый заместитель Аскар Мамин. Сегодня в Акмолинской области в готовность приведены все спасательные подразделения. В их распоряжении свыше 100 единиц спецтехники и 15 плацредств. Что касается атбасара, то берегочистительные работы русла реки Жабай прошли по плану. Восстановлена земляная насыпь, которая способна выдержать уровень воды до 5 метров. По реке Жабай, согласно данного консультативно-гидрологического прогноза, объемы врагозапасов составляют 431 миллион кубических метров. Это без учета тех врагозапасов, которые находятся в овощинах, оврагах. Они ниже нормы, но еще впереди у нас март месяц, еще будет выпадение осадков. В целом снегозапасы по стране в этом году, по данным МВД, ниже нормы. Однако прошлогодние осенние дожди все же сыграли свою роль. Наиболее вероятное осложнение обстановки в Южно-Казахстанской, Казахстанской области в связи с установлением ледосостава и возможными заторами на реке Сардарья, а также в Ахмолинской, Карагандинской, Кустанайской и Северо-Казахстанских областях. В целях оперативного реагирования на возможные осложнения созданы специальные группировки сил и средств аварийно-спасательных подразделений общей численностью свыше 49 тысяч человек. Кроме этого, Казгидромет переходит на новую систему прогнозов. В период половодия сводки будут предоставлять заинтересованным госорганам и акиматам областей еженедельно, начиная с 1 марта. А вероятность этих прогнозов, благодаря современному оборудованию, составит свыше 90%. Зарина Бесембина, Асхат Каракашиев, Хабар-24, Астана. Премьера фильма «Шестой пост» прошла в Астане. Кинолента повествует о подлинной истории, которая случилась в июне 2010 года. Тогда из Актаусской колонии строгого режима совершили вооруженный побег свыше 20 заключенных. Фильм снят по заказу Министерства информации и коммуникации казахстанской кинокомпании «Синема» при партнерстве с агентством Хабар. Иван Тулинов побывал на предпоказе. Казалось, такое возможно только в кино, но в этот раз все наоборот. 8 лет назад из колонии строгого режима в Актаус совершил дерзкий побег 21 осужденный. Реальные события из жизни легли в основу художественного фильма. По злоумышленникам открыл огонь часовой Ербол Оторбаев. По нему тут же начали стрелять в ответ. Оказалось, план побега четко проработан, и у осужденных были сообщники на воле. Солдата ранили, но и он попал по троим беглецам. Они погибли. Сегодня обладатель ордена Айбен Третьей степени заново переживает те страшные события, но уже в кресле кинотеатра. Я никогда не забуду тот день, когда я был на посту. Это было неожиданно, так как я в тот момент был простым рядовым, служил в армии. Мне было всего 19 лет. Когда это случилось, главное было не растеряться. Но я справился, потому что наши офицеры нас подготовили. Мы отрабатывали такие моменты, но то, что их придется применять на практике, никогда бы не подумал. Передать достоверность сцены побега удалось режиссеру Серегболу Утибергенову. Главную роль сыграл Сануржан Сулейменов, известный по фильмам «Крылья, подаренные матерью районы». Вжиться в роль помогло близкое знакомство с героем. Я поехал к солдатам, проживал жизнь рядового, изучал, тренировался, смотрел, как происходят разного рода физические действия в виде сборки-разборки автомата. По всем законам военной драмы в сюжет включена любовная линия. Она вымышленная, но перед создателями кино и не стояло цели создать документальность событий. Однако одно осталось без авторского вымысла. Это то, что беглецы были последователями радикальных религиозных течений. В этом фильме мы постарались показать, что наши ребята, ровесники независимых, 19-20 лет, понимая свою задачу перед народом Казахстана, перед своей родиной, перед своими семьями, они ее выполняют, рискуя своими жизнями. Подготовлено две версии шестого поста. Одна в виде полнометражного фильма для кинотеатров, другая состоит из нескольких серий. Будет показана в эфире телеканала Хабар уже этой весной. Год назад, когда нацгвардия обратилась к нам с предложением о сотрудничестве, нам действительно предложили для рассмотрения несколько историй. И вот я могу сказать, что каждая из них достойна отдельной экранизации. Но уже в процессе самого производства, уже общаясь с творческой группой, мы остановились именно на этой истории, которая случилась практически 8 лет назад. События, которые затронуты в Актау, побег из колонии. Мы посчитали, что это история, о которой должны знать наши казахстанцы. И мы подробно о ней попытались рассказать в этом фильме. Премьеру фильма на большом экране казахстанские зрители увидят 15 марта. Иван Тулинов, Фомребек, Казимов, Хабар, 24, Астана. Есть еще шанс держать кулачки за наших ребят и ждать от них результатов. На этом пока все. Всего доброго и спасибо за внимание.